Аэропорты. Каждый день 8 миллионов человек пользуются их услугами для полётов. Но как действуют эти сложно устроенные мини-города? Чтобы выяснить это, мы пропустим Международный аэропорт Франкфурта через рентген, заглянув в него изнутри. Впервые в истории с помощью интерактивной съёмки и компьютерного изображения мы увидим скрытые механизмы работы самолётов. Оборудование И людей. То, что мы видим в качестве пассажиров, — лишь вершина айсберга. Аэропорт изнутри. Мы шаг за шагом понаблюдаем, как важна каждая секунда. Мы покажем прекрасно отстроенную систему, которая подготавливает самолёт к полёту всего лишь за полтора часа. Надеюсь, пассажиры появятся. Как быстрота решений позволяет тяжёлому пассажирскому лайнеру преодолеть гравитацию? Если что-то не так, решать нужно за доли секунды. И как тысячам животных пассажиров ежедневно успевать на свой рейс? Дикая. Эти люди принимают решения, а значит, огромный аэропорт выигрывает гонку на время. Гонка на время. Для некоторых из нас полёты столь привычны, что мы забываем, что перевозка по воздуху сотен людей — одно из величайших изобретений человека. Тринадцать тридцать. Экипаж приготовится к взлёту. Взлётная полоса аэропорта Франкфурта. Пассажиры экипаж рейса ЛХ-760 пристегнули ремни. Это аэробус А-380. Самый большой в мире пассажирский самолёт. Он на 40% тяжелее гигантского Боинга. И длиннее расстояние первого полёта братьев Райт. Аэробус стоимостью 400 миллионов евро с почти пятью сотнями пассажиров на борту сейчас в руках командира Ивахима Шварценберга и второго пилота Тобиаса Шнаппа. Контрольный лист. Всё разрешено. Этот командир — один из самых опытных пилотов компании «Лифтганза». Хороший пилот — тот, кто знает самого себя, свои сильные стороны, а также недостатки. Это важнейшие вещи, которые необходимо знать пилоту, которые могут его подвести. В следующие 60 секунд командир будет непрерывно обрабатывать данные для принятия решений, которые либо направят самолёт в воздух, либо оставят его на земле. На эту работу способен только человеческий мозг, который анализирует информацию и выбирает приоритеты. Чтобы принимать важные решения за доли секунды. «Лифтганза» — 760-й взлёту готов. Взлёт. Когда начинается отсчёт, командир передвигает рычаг управления двигателями на 30%. Чтобы избежать дисбаланса тяги, важно дождаться, когда все двигатели выйдут на 30%. Стабильно. За 46 секунд командир увеличивает мощь многомиллионных двигателей до невероятной тяги в 127 тонн. Я слежу за разными параметрами. Прежде всего, двигатели. У меня четыре огромные турбины на крыльях, и мне интересно, дадут ли они тягу, как обычно, или подведут впервые в жизни. Командиру нужно, чтобы его двигатели достигли тяги 8 истребителей F-18. Внутри каждого мотора 24 титановые лопатки разрезают воздух, наращивая громадную силу для начала полёта. Для отрыва необходимо набрать по меньшей мере 2900 оборотов в минуту. Лопасти движутся быстрее скорости звука. Взлёту готов. После выхода двигателей на максимальную тягу я переключаюсь на то, чтобы придерживаться осевой линии полосы. Это момент наибольшей концентрации внимания. Пилота может остановить лишь отказ двигателя, потерю управляемости самолёта и, конечно же, приказ диспетчера отменить взлёт из-за помех на полосе. За 20 секунд до взлёта самолёт набирает 185 километров в час. Слово злов? Есть. Момент принятия самого важного решения. V1. Также известный как точка невозврата. Если командир решает пройти эту точку, аэробусу придётся взлететь, даже если откажет двигатель. В противном случае ему не хватит полосы, чтобы безопасно остановить самолёт. Прохождение этой точки постоянно отрабатывается на полётном тренажёре. Если что-то не так, решать нужно за доли секунды. Мы тренируем наших пилотов для принятия решения на уровне рефлекса. 35 лет лётной практики командира заставляют его мозг действовать с оптимальной эффективностью. Он делал это так много раз, что использует меньше ресурсов, нежели начинающий пилот, и принимает мгновенное решение. Я не думаю, просто вижу, чувствую и реагирую. Командир быстро оценивает ситуацию и убирает руку с рычага управления двигателями. Возврата нет. И он переключает, внимание, на крылья. Воздух, обтекающий изогнутую поверхность крыла сверху, движется быстрее потока под крылом. С ростом скорости давление сверху снижается, а его возрастание снизу даёт подъёмную силу. При определённой скорости, когда я поднимаю нос самолёта, увеличиваю угол атаки, у меня будет достаточно тяги, чтобы оторвать лайнер от земли. Подъём обеспечивается так называемым пограничным слоем. Молекулы воздуха, касающиеся крыла, замедляются трением. Вокруг крыла образуется оболочка из медленно текущего вязкого воздуха в 5 см толщиной, которая поддерживает контакт крыла с движущимся потоком и необходимую разность давлений для создания подъёма. Момент истины для командира. Отрыв. Взлётная скорость — 280 км в час. Командир тянет боковые ручки управления, поднимая закрылки на хвостовом оперении 70-метрового фюзеляжа. Это создаёт прижимную силу, а благодаря ей возникает рычаг для поднятия крыльев, что увеличивает угол атаки и подъёмную силу. Самый большой пассажирский самолёт поднимается в небо. В подъёме в воздух есть что-то волшебное, хотя это чистая физика. За 35 лет я проделывал это много раз, но всё ещё удивляюсь. Это чудо — преодоление гравитации, тем более для такого гиганта, как А-380. Набор высоты и скорости есть. Ну вот. Это был взлёт. Отличная машина. Один лайнер улетает, другой прилетает. Этот Боинг рейсом из Барбадоса только что приземлился. На земле самолёт не приносит компании денег. Поэтому ещё до того, как он достигнет терминала, начинается отчёт времени до следующего отправления. Чтобы не потерять бесценные минуты оборота судна, лазеры сканируют самолёт и направляют его с точностью до 10 сантиметров к парковочному месту. Это как парковка на обычной машине с точностью до миллиметра. Если вы пассажир, на этом ваш интерес к самолёту обычно заканчивается. Но для Али Тамима всё только начинается. Самолёт прибыл, можно начинать. У Али одна из самых напряжённых по времени аэродромных профессий. Он — агент по обслуживанию, руководитель оборотного цикла. 24 работника и 8 машин за полтора часа чистят самолёт, пополняют его запасы и заправляют топливом для обратного рейса. Мне нравится стресс. Моя работа — это стресс и решение проблем. Как грязный самолёт, полный пассажиров и багажа, готовят к новому полёту за такое короткое время? Прежде всего, нужен план. Комплексная карта действий и времени. Каждый этап должен выполняться по порядку за определённое время в нужном месте. Агент по обслуживанию отслеживает все этапы. Он должен занять идеальное положение, чтобы видеть весь самолёт. Всего полтора часа, и первая задача — наземное питание. Двигатели отключены, но кабели наполняют энергией необходимой системы. Мы подключаем питание и выгружаем из отсеков прибывший груз и багаж. Затем к делу подключаются грузчики. Им нужно открыть грузовой люк за две минуты после прибытия, чтобы начать выгрузку. На счету каждая секунда. Самое главное для меня в этот момент — багаж. У нас 20 минут от разгрузки до перевозки багажа на выдачу. Это очень важно. Пассажиры с транзитных рейсов не могут долго ждать. Али уже может направлять багаж, но пассажиры пока что никуда не двигаются. Их необходимо выпустить, чтобы действовать в соответствии с графиком. Аэропорт изнутри. У Али Тамима есть менее полутора часов, чтобы подготовить прилетевший Боинг к следующему полёту. Но прибывшие пассажиры ещё не вышли. До тех пор, пока Брайан Лэмп не установит на место телескопический трап. Управление джойстиком, словно играешь на компьютере. Каждый трап движется по-разному, но со временем приноравливаешься. Это как управлять велосипедом. Под уверенным контролем Брайана телескопический трап встаёт на место. Осталось 84 минуты, и 180 пассажиров начинают выходить. Ещё столько же ждут своей очереди. А взглянув на площадку за самолётом, мы увидим, что происходит, прежде чем другие пассажиры взойдут на борт. Работа Али в самом разгаре. Он направляет другую машину обслуживания для откачки особого типа груза. За 9,5 часов полёта пассажиры Боинга могут тысячи раз посетить туалетные кабинки, оставив более полутонны отходов в качестве сувенира. Откачка избавит от них за 10 минут. Осталось 78 минут. Согласно графику, Али пора запускать бригадой пополнения запасов и уборки. 13 работников готовы действовать, но они не взойдут на борт, пока его не покинет последний пассажир. Проблема в том, что некоторые пассажиры медленно выходят из самолёта. Это не очень хорошо. Тогда мы задерживаемся. Пассажиру отняли 5 лишних ценных минут. Как только все вышли, уборщики и поставщики могут приступать. Остаётся 73 минуты, и поставщики питания берутся за дело. Они привезли почти 400 комплектов обедов. С другой стороны самолёта 10 уборщиков готовятся начать работу. Это необычная группа обслуги. Их действия и сам порядок этих действий четко распланированы для максимальной эффективности. Мы можем проследить за ними. Сначала они собирают весь мусор. Вытирают столики. И в завершении пылесосит пол. Им нужно очистить 245 мест всего лишь за 20 минут. Это меньше 5 секунд на место. Я всегда слежу за процессом уборки и загрузки. Мне важно иметь всю информацию, есть у нас проблемы или нет. В настоящий момент всё хорошо. Позади самолёта, под хвостовой частью, механизм откачки закончил работу. Затем его сменяет заправщик воды для раковин и сливных бачков. 67 минут до отправки следующего рейса. Бригада закончила разгрузку прибывшего багажа. Двигаясь вокруг самолёта, мы видим, чем заняты работники Али. Это грузчики. Трап для уборщиков. Заправщик воды. И питание. Это выглядит просто, но нужно держать всё в голове. Все ли работники задействованы? За 45 минут до вылета подъезжает заправщик. Количество топлива зависит от числа пассажиров, веса багажа и прогноза погоды. Никто не знает его точного объёма до самого конца. Но необходимо начинать сейчас. Наполнение отсеком займёт не менее 28 минут. Отправляемый багаж готов к погрузке. Но его не просто забрасывают вовнутрь. Я слежу за погрузкой и самим грузом. Соответствует ли номер контейнера и его вес? Если грузчики разместят слишком много багажа в одной части лайнера, возникнет дисбаланс и опасность для полёта. Поэтому контейнеры грузят так, чтобы их вес был распределён равномерно. 35 штук в первом отсеке, 170 в третьем и 75 в четвёртом. Вес совпадает. Это очень важно. 12 минут до отлёта. У стойки в зале вылета идёт посадка. Похоже, хлопоты оли позади. Но затем он получает сообщение, которое грозит нарушить его выверенный план. Зависит от того, когда не появятся. Три места в разных контейнерах. Всего три? Да. Понятно. Не знаю, сколько пассажиров, но мест три. Дело в том, что мы ждём троих пассажиров, которые опаздывают. До вылета осталось 10 минут. Пассажиры, которые сдали багаж, но не явились на посадку, создают риск. Их багаж уже в контейнерах на погрузчике. Если они не появятся, его придётся найти и выгрузить. Если пассажира нет, его багаж должен остаться. Мы начинаем его искать. У Али записано, в каком контейнере чей багаж. Ну, а в каждом из них десятки чемоданов, а нужно отыскать только три. Это гонка на время. Если самолёт задержится на несколько минут, он может потерять коридор вылета. Десятки пассажиров опоздают на пересадку. Это означает тысячи долларов компенсации, а компания не может этого позволить. Для меня это небольшой стресс, но надеюсь, пассажиры появятся. У них ещё есть время. За шесть минут до отлёта один опоздавший прибежал в зал вылета. Остальные двое так и не явились. Их багаж найден и выгружен. Эти все проверены? Хорошо. Али отводит технику за несколько минут до отлёта. Вылет вовремя, все люки закрыты по графику. Подготовка? Прошла хорошо. Самолёт начинает движение по расписанию. Кажется, что первые минуты путешествия с самолётом вполне безопасны. Но 80% авиапроисшествий случаются на Земле. Пока самолёт движется на взлёт, возникает множество препятствий. Машины, люди и другие самолёты. Пассажирам и экипажам этих самолётов повезло остаться в живых. Предотвращение дорогостоящих и потенциально смертельных происшествий достигается благодаря мгновенным решениям диспетчеров. Команда диспетчеров движения по полю располагается в отдельной башне. Десятки самолётов и тысячи наземных средств в движении делают их работу не менее сложной, чем у диспетчеров взлётно-посадочной полосы. Сейчас самый час пик. М-816, ответьте диспетчеру. Самолёты взлетают и приземляются каждые полминуты. Томас Мюллер и его коллеги направляют их между полосой и терминалом. Каждый самолёт на Земле находится под нашим контролем. Мы определяем для него дорожку и парковочное место. Но Томасу не помогает сложная техника. Единственный компьютер, который способен моментально обработать столько информации, человеческий мозг. Как и в условиях дорожного движения, все машины в аэропорту обязаны следовать правилам. Без них наступит хаос. Прилетающие и влетающие рейсы используют разные пути. И они должны всегда быть на безопасном расстоянии. Но в отличие от дороги, здесь нет светофоров. Когда два самолёта сближаются, Томас быстро решает, у кого из них приоритет. Мы отвечаем за то, чтобы каждый пассажир на Земле был в безопасности. Сейчас он управляет примерно 20 судами и проводит работу по дальнейшему планированию. Когда Томас направляет самолёты по лётному пулю, он также просчитывает, где они будут через 15, 30, даже 60 секунд. Я представляю себя на лётном поле. Я вижу его глазами пилота. И как будто наблюдаю движение сверху. Это как огромная игра в шахматы. И Томас словно гроссмейстер, всегда думает на несколько ходов вперёд. Стоянка номер пять, продолжайте движение. Заглянем в мозг Томаса, чтобы увидеть его в работе. Зрительный центр мозга в затылочной доле напряжённо трудится, обрабатывая огромное количество входящей информации. Тем временем лобная доля контролирует решение проблем и старается их предупредить. Рейс 274 можете выруливать на дорожку. Но Томас не просто планирует маршруты, он также передаёт их пилотам. стоянка номер пять, начинайте подготовку. За час пилоты-диспетчеры связываются до тысячи раз. Всё это добавляется к информации, которую обрабатывает мозг. Моторный центр отвечает за организацию речи, а височные доли важны для слуха. только человеческий мозг обладает гибкостью и скоростью для такой работы. Но не каждый. Сотни решений за один час. Не все на это способны. После обучения около 30% стажёров отсеиваются. Для этого нужно родиться. Лучшие диспетчеры аэропорта Франкфурта ежегодно направляют почти 250 тысяч самолётов, которые перевозят миллионы пассажиров. Но вы удивитесь, узнав, что половина пассажиров, проходящих через аэропорт, не являются гражданами какой-либо страны. Они не имеют права на бонусные мили. На самом деле они даже не люди. Аэропорт изнутри. Если задаться вопросом, все ли наши спутники по путешествию являются людьми, выяснится, что в среднем больше половины из них нет. Огромное количество пассажиров размещается в здании, в которое редко заглядывают посторонние. В обычном режиме через звериный зал вылета проходит 300 тысяч пассажиров ежедневно. Как работникам аэропорта удается своевременно готовить к отправке тысячи животных. Мы проверяем всех собак, которых привозят заранее. Нужно вовремя подготовить их к погрузке в самолет. Все зависит от природного чутья таких специалистов, как Паскаль Лалек. Он отвечает за то, чтобы эти пассажиры были здоровыми и пунктуальными. я встаю в 4 часа утра и очень люблю свою работу. Хотя никогда не знаю, что меня ждет. Сегодня сумасшедший день. Каждый день разные животные. На своей работе он видит много обычных животных и экзотичных. Но большинство из них составляют домашние питомцы. Паскаль понимает их инстинкты и то, что им нужно. Здесь у нас пес, который летит в штат Техас. Он уже не очень молод, немного боится. Но когда я войду и заговорю с ним по-английски, может быть, он ко мне подойдет. Привет, дружок. Как ты? Все хорошо? Вот, молодец. Я умница. А ну-ка. Вот так. Молодец. Паскаль следует расписанию прилетов и отправлений. Когда животному пора вылетать, он закрепляет клетку ремнями и выставляет ее для грузчиков. Это обычная практика. Но некоторые ожидающие уже не дотерпели. Иди сюда. Кто у нас такая симпатяга? Ну вот. Вся описалась. Господи. Какая вертлянная. Давай. Давай. но еще больше животных поступает в коробках, а не в клетках. Большинство из них рыбы. Миллионы рыб. Их привозят из далекой Индонезии и из США. Всем им требуется особое обращение. Томас Клапих штатный специалист по общению с рыбами. Я люблю работать с животными. Отдаю им всю свою душу. Я и дома разговариваю с рыбками. Первые заботы Томаса после прибытия груза удостоверится в хорошем ли состоянии рыбы. Иногда бывают проблемы с низким содержанием кислорода, грязной водой. Тогда я открываю емкость, меняю воду, даю рыбе подышать. Он опирается на знания физиологии, чтобы рыбы чувствовали себя хорошо. Рыбы находились в темном ящике. Я подношу их к синей лампе. Свет от нее не такой яркий, как от нашей обычной лампы. У рыб тени ассоциируются с хищниками. При угрозе нападения они испытывают стресс и быстрее расходуют ограниченный кислород. Синий свет дает мало теней и снижает уровень стресса рыб, сохраняя достаточно кислорода до пункта назначения. При таком объеме работы Томас должен производить проверку быстро, но основательно. Хотя спешка с некоторыми животными опаснее других. Я с уважением отношусь к таким животным и работаю с ними очень осторожно. Иногда змеи выползают. Коробки открываются очень легко, и если змея достаточно сильная, можно ее нечаянно выпустить. Здесь животные со всего света. Скаковые лошади из США. Экзотические создания для зоомагазинов Европы. Всех нужно подготовить за минимально короткое время. Это вид груза, но нам нужно заботиться о нем. животные запчасти для машины, животные. Многие люди относятся к ним как к лучшим друзьям. Они здесь на короткое время до отправления к месту назначения. При таком количестве пассажиров, животных и людей, вылеты из аэропорта, подготовка и перемещение создают постоянное движение. 45 самолетов могут двигаться одновременно. При такой загруженности на поддержание поля в идеальном состоянии остается мало времени. Во Франкфурте это делается под покровом ночи в сжатые сроки. 22 часа. Части аэропорта закрываются на время запрета на полеты. Пока аэропорт приостанавливает работу, на поле выдвигается ремонтная техника. Четыре мощных отбойщика разбивают покрытие площадки размером в два теннисных корта. Руководитель работ Тобиас Лейнс понимает, что времени мало. Мы работаем очень интенсивно. В шесть утра на поле выйдет первый самолет. Площадь аэропорта более пяти квадратных километров асфальта. Это соответствует двумстам километрам шестиполосного шоссе. Сегодня предстоит заменить 450 квадратных метров летной площадки. Менее чем за восемь часов до проезда по этому месту первого самолета работа должна быть исполнена в кратчайшее время. Сначала рабочим нужно снять 50 сантиметров старого покрытия а затем выкопать еще 30. Предназначенная для тяжелых объектов эта площадка будет на 50 процентов толще обычной. Один из главных врагов летного покрытия зимние холода. Когда земля промерзает она выпирает вверх. Это явление называется вздутие. оно может разрушить дорожные покрытия. Чтобы избежать этого вниз добавляют 30 сантиметровый слой щебня. Он не удерживает воду и защищает поверхность от льда. Прошло менее часа. 360 кубических метров покрытия были удалены и земляные работы почти завершены. Пока что мы успеваем все по графику. погода немного прохладная и ветреная но все хорошо. Перед тем как насыпать щебень нужно проделать важную работу. Мы ищем бомбы. Неизвестно что здесь можно обнаружить. Во время Второй мировой войны аэропорт был целью для бомбардировщиков. Во время войны на Франкфурт было сброшено более двух тысяч бомб. Но не все они разорвались. Рабочие нашли одну такую три года назад. Если сегодня что-то обнаружат, все надежды закончить к утру разлетятся в клочья. Аэропорт изнутри 23 часа. Рабочие раскопали площадку и проверяют ее на неразорвавшиеся снаряды времен войны. В распоряжении бригады менее 7 часов, чтобы уложить 450 квадратных метров покрытия до начала движения. К счастью для них здесь ничего нет. Работа возобновляется. Теперь они насыпают 340 тонн щебня для создания 30-ти сантиметрового основания. Этот щебень будет защитой от морозов. Это переработанный материал. Несколько дней назад он сам был дорогой. Перед тем, как положить асфальт, рабочие должны быть уверены, что щебень лежит ровно. Но они полагаются не только на умение бульдозериста. Эти GPS-устройства получают сигналы со спутников. В процессе так называемой трилатерации они определяют точное положение бульдозера и глубину ямы. Осталось 6 часов. Пора начинать класть асфальт, чтобы он успел к утру затвердеть для прохода самолетов. Общая глубина асфальтового покрытия 50 сантиметров. Но у рабочих есть один секрет. Тепловые камеры показывают, как в аэропорту для экономии времени химически изменяют расплавленный асфальт. Его температура на 30 градусов ниже температуры того состава, что используют для обычных дорог, а значит, он охладится и застынет на 50% быстрее. асфальт. И есть еще один способ получения 50 сантиметров твердого асфальта за несколько часов. Слои. Сначала мы кладем первый слой в 24 сантиметра. Толстый слой асфальта остывает дольше тонкого, потому что при той же площади поверхности у него больше объем. Поэтому кладка асфальта тремя тонкими слоями дает более быстрое остывание. Осталось 5 часов и рабочие кладут второй слой. Часом позже третий и последний слой. Когда он остынет, в дело вступают катки. Асфальту для затвердения нужен еще один час. И затем его можно использовать. Все прошло успешно. Мы успели и качество отличное. Работы закончены с опережением графика. На то, что эти рабочие сделали за 5,5 часов, обычная бригада затратила бы 5-6 дней. Если бы они чинили наши дороги, нам бы не пришлось стоять в пробках из-за дорожных работ. Ночь сменяется днем, самолеты вновь начинают летать и тысячи пассажиров отправляются в путешествии. 6 часов утра. Автобус из Праги подъезжает к первому терминалу. Он высадит пятерых пассажиров, прежде чем продолжит путь в Амстердам. Автобус выглядит обычно, но инспектора Вальтер Рис из полиции Франкфурта решает устроить выборочную проверку. В аэропорту очень много людей, через него ежедневно проходит 140-160 тысяч путешественников, плюс 60 тысяч провожающих и тех, кто развозит пассажиров. Это более 200 тысяч человек. Любой из них может оказаться контрабандистом или террористом. Вальтер начальник полиции аэропорта Земли Гессен. Он знает по опыту, что находясь на территории аэропорта надо быть бдительным. 2 марта 2011 года. Одиночный стрелок подошел к автобусу у второго терминала и открыл огонь. Его цель американские военные, которые только что прибыли в аэропорт. Две жертвы погибли на месте. Затем у него заело пистолет и он не смог продолжить стрельбу. Он вышел из автобуса, зашел в терминал и мы смогли арестовать его прямо там. Эта трагедия стала тревожным звонком, что система безопасности аэропорта должна расширяться. терминал видим, как в последние годы растет террористическая и криминальная активность. Сначала мы проверяли только самолеты, затем и терминалы, а теперь приходится следить еще и за тем, что происходит снаружи. За год в аэропорт приезжают тысячи автобусов. Для проверки Вальтер остановил свой выбор на этом. мы проводим проверку, чтобы выяснить, откуда люди приехали, куда едут и что везут. Мы выгружаем багаж, чтобы посмотреть, что внутри. Собаки и щейки начинают свою работу. Группа Вальтера проверяет автобус из Праги на предмет чего-либо подозрительного. Когда собака садится, это плохо недобрый знак. Возможно, наркотики. Эту группу пассажиров тщательно досмотрят. Благодаря почти сорокалетнему опыту Вальтер выработал способность за секунды определять, есть ли что скрывать этим людям. За столько лет он повидал все виды контрабанды. Мы находили все деньги, наркотики, оружие. Аэропорты являются целью террористов, стремящихся за одно нападение посеять максимальный страх. Успешная атака может привести ко многим жертвам и попасть в мировые новости. Вальтер и его группа всегда стараются предупреждать преступления. Мы проверяем людей, обыскиваем их и стараемся узнать о них больше, нежели написано в их документах. Зачем они приехали, что хотят делать и какова цель их приезда в аэропорт. Вальтер выясняет правдивость рассказа этого пассажира. На каникулы? Нет. Тяжелая работа. Тяжелая? Да. Что за работа? Что вы делаете? Профессия. Напольные покрытия? Напольные, понятно. То есть, если мы заметим признаки несоответствия информации или неверного оформления документов, мы будем изучать тщательнее, действительно ли это тот человек или он выдает себя за другого. Документы этого пассажира забрали на проверку. Сегодня команда специалистов настолько внимательна, что даже проверила на безопасность автобус. они проводят техническую проверку. Состояние колес, работа фар, все ли в порядке. Дело не только в безопасности. Торговцы оружием для провоза контрабанды используют безработных или убыточные компании. Они часто выбирают транспорт в плохом состоянии. После полной проверки рассказ и документы этого пассажира подтверждены. все в порядке. Хорошо? Да. Счастливого пути. Удачи вам. Всего хорошего. Спасибо. Через час и десять минут после остановки автобус продолжает движение. Мы ничего не нашли. Все хорошо, и они могут ехать. Пассажиры продолжают путь. На летном поле агент по обслуживанию готовит самолет. Диспетчер направляет его на взлетную полосу, а пилот поднимает в небо. Гонка на время в мега-аэропорте не остановится никогда. Программа озвучена на студии Кириллица. Текст читал Александр Хорлин. Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова